Центральная библиотека имени Горького всего за несколько месяцев преобразилась просто до неузнаваемости. Вместо старых книжных полок – новые и современные стеллажи, вместо устаревшего интерьера – красивая и яркая обстановка. Такая невероятная трансформация произошла благодаря победе в региональном конкурсе среди библиотек Ростовской области на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году. При поддержке Министерства культуры Ростовской области из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей. На торжественном открытии первой модельной библиотеки в городе присутствовали гости. Библиотека, как всегда, царит необыкновенная обстановка, она особенная. Но сейчас это будет супер, это сказка, это красота, это все то, чего в нашей жизни раньше не было. Созданы прекрасные условия для людей с ограниченными возможностями. Даже трудно предположить нашим жителям, детям, людям разных возрастных категорий, в каких условиях они теперь смогут быть наедине с книгой. Красную ленточку перерезали заместитель главы администрации Елена Ивановна Туркатова и исполняющий обязанности директора Центральной библиотечной системы Марина Великанова. После официальной церемонии Марина Леонидовна провела экскурсию по библиотеке. Все, что у нас предоставляются в услуге библиотеки, в этом информационном киоске есть. Чтобы начать игру, нажми на любую категорию на панели цифровой ручкой, а затем коснись губ «Валюта». Любой человек может прийти к нам, даже не записываясь в библиотеку, просто провести время. Какие-то увлечения у него есть. У нас есть каворкинг-зал, у нас есть читальный зал, где он может какие-то научные интересы, просто разовые запросы. Просто банально посмотреть почту, завести электронную почту, разовые распечатки. Мы купили принтер А3, который позволит делать ксерокопии большого формата. Поэтому такая услуга востребована. Мы приобрели на 2 миллиона рублей новых книг. Получилось у нас около 5000 экземпляров нового пополнения разноотраслевого фонда. Это 60% художественной литературы и 40% разноотраслевой. Это энциклопедии, справочники, различное рукоделие, творчество, общественно-политическая литература. У нас в настоящий момент 13 тысяч читателей. Наш фонд библиотечный составляет более 90 тысяч экземпляров литературы. И 395 тысяч посещений только у нас на конец года. Поэтому Новошахтинск читающий город. У нас же дети с 14 лет. У нас есть доступ к библиотечной сети, научно-электронная библиотека, которая бесплатная. В дальнейшем у нас на февраль месяц стоит подключение к президентской библиотеке. Потому что там не так просто. Мы поставлены в очередь. Поэтому будет у нас доступ к президентской библиотеке. Теперь здесь можно не только почитать любимую книгу в уютном кресле, но и организовывать сразу несколько автономных мероприятий. Благодаря современной технике и высокоскоростному интернету можно найти в мировой библиотеке любую интересующую книгу или информацию. Для любителей путешествий доступен интерактивный глобус. Также появилось оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Информационный терминал, рабочее место для слабовидящих или незрячих пользователей, а также настольные игры. Теперь здесь все удобно. И уходить совершенно не хочется. Казалось, о таком можно только мечтать. Библиотека ждет в гости всех желающих. Приходите и пополняйте свой интеллектуальный багаж.